Мы доказали квадратичный закон взаимности для нечерпных взаимопростых чисел. А вообще-то есть еще второе дополнение. Если m нечерпное натуральное число, то символ 2 по m это минус 1 на степень m2 на 8. Разумеется, его очень легко доказать. Просто когда у нас есть определение по перестановке, то просто видно, как происходит умножение на 2. Но давайте в качестве, скорее шутки, посмотрим, как получается вот эта формула индукции по m. Ну, база индукции. m равно 1. Тогда, в общем, все понятно, все хорошо, конечно. Ну, если вы не хотите уж совсем брать тривиальный случай, возьмите тройку. Да, символ 2 по 3 это минус 1, где минус 1 на 8, это минус 1, это минус 1, это минус 1, это минус 1, все хорошо. Теперь индукционный переход. Пусть такая формула уже есть для какого-то числа m. Посмотрим символ якобы 2 по m плюс 2. Ну, очевидно, что это есть минус 1 по m плюс 2, потому что мы можем вычесть число m плюс 2 из двойки. Это есть минус 1 по m плюс 2 умножить на m по m плюс 2. По первому дополнению квадратичному закону взаимности мы можем здесь написать минус 1 в степени m плюс 1 попалом. А по квадратичному закону взаимности для нечетных чисел здесь мы пишем m плюс 2 по m умножить на минус 1 в степени. Из каждого надо вычесть по 1 и разделить на 2. m минус 1, m плюс 1. Обратите внимание, из соседних нечетных чисел обязательно какой-то делится на 4. Поэтому вот эти вот числа целые и обязательно одно из них четное. Значит, вот этот множитель, вот этот множитель, просто единица. Хорошо. Здесь понятия не скажешь. Минус 1 в степени m плюс 1 попалом. А это символ 2 по m. Символ 2 по m мы уже знаем о предположении нюкции. Значит, это будет минус 1 в степени m плюс 1 попалом умножить на минус 1 в степени m в квадрате минус 1 разделить на аркузию. Теперь складываем показатели и получаем такое выражение. Вот если это записать соединитель 8, то будет 4m плюс 4, а здесь остается m в квадрате минус 1. Ну, разумеется, это то же самое, что m плюс 2 в квадрате минус 1 разделить на аркузию. Вот переход индукции осуществлен. Таким образом, если мы знаем для нечетных чисел закон взаимности, то и второе дополнение тоже знаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...